Амбиции некоторых жуликов не знают границ. Совершить, к примеру, ограбление века уже не актуально. В криминальной среде, видимо, новые эталоны. Некоторые желают чувствовать себя рабовладельцами. Звание, мягко говоря, ужасающее, но для некоторых почетное и, что важно, доходное. Совсем скоро перед судом предстанут двое жителей Витебска, которые посчитали своей собственностью нескольких девушек. Дамочек приятелей вербовали для занятий проституцией в России. Наниматели обещали хороший заработок в сфере оказания интим-услуг. Правда, о нюансах труда умалчивали. А какая цена подобного молчания, догадаться несложно. Владимир Королев о том случае, когда торг неуместен. Вербовщики, которые предстанут перед судом, совсем молодые парни 21 и 24 года. Оба из Витебска. Но, несмотря на свой возраст, статью им вменяют вполне серьезную покушение на использование занятием проституцией другим лицом в другой стране. Установлено, что молодые люди в период с ноября прошлого года по февраль текущий по предварительному сговору осуществляли подбор и привлечение лиц для сексуальной эксплуатации их за пределами Республики Беларусь. При общении с привлекательными девушками через социальные сети фигуранты предлагали последним работу с большими доходами и свободным графиком. Главный вопрос следователей, сколько красавиц юные проводники успели вывезти за рубеж? Известно, что вербовкой они занимались несколько месяцев, а задержали караван любви в феврале уже по дороге в Санкт-Петербург. Главное место работы им. С целью изобличения преступной деятельности в рамках расследования проведен большой объем следственных и процессуальных действий. Получены доказательства виновности фигурантов. В ходе следственных действий изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, а также к материалам уголовного дела приобщены результаты исследований, в том числе радиоэлектронных устройств, компьютерно-технической и фоноскопической экспертиз. Благодаря таким действиям стали известны некоторые особенности работы. В северной столице России молодым работникам предлагали бесплатный спортзал и даже косметический кабинет. Правда, про выходные и больничные листы на новой работе можно было забыть. С февраля криминальный дуэт заключен под стражу. Сейчас материалы уголовного дела переданы в прокуратуру и направлены в суд. За создание условий для занятий проституцией задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискации имущества. Владимир Королев и Юрий Сахадзе. Зона Х. Минск.